МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей республики на телеканале Регион-12. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. 882 миллиона рублей из республиканского бюджета будет выделено в этом году на социальную поддержку региональных льготников, причем объем соцподдержки нынче на 30 миллионов больше, чем в прошлом году. О том, как будет производиться обеспечение региональных льготников в нашем следующем сюжете. Информация из первых уст всегда ценнее и понятнее. Именно поэтому в ОПЦ на Гагарине Шкаралы собрался полный зал льготников, пожелавших услышать и уточнить, какие меры соцподдержки положены им в этом году. Следует понимать, что получатели льгот делятся на две категории федеральных и региональных льготников. И ситуация их несколько различается. Итак, у нас в республике проживают 78 тысяч федеральных льготников, к которым относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Чечне и Афганистане, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды, а также участники чернобыльских событий. Они пользуются мерами соцподдержки за счет средств федерального бюджета. 1 января 2005 года, когда вступил в силу федеральный закон номер 122, как в народе его называют, а монетизация льгот, все федеральные льготники получили денежную компенсацию и ежемесячно получают. Значит, им монетизировали такие меры соцподдержки, как зубопротезирование, проезд в общественном транспорте, радио, коллективную антенну, использование стационарного телефона. Кроме того, федеральные льготники имеют право получать социальный пакет. Это медикаменты, это санкур-лечение и проезд к месту лечения и обратно. Через органы соцзащиты для федеральных льготников только остались компенсации за жилищно-коммунальные услуги. То есть по федеральным льготникам никаких изменений не произошло. Несмотря на то, что большая часть мер соцподдержки федеральных и региональных льготников осталась на 2017 год прежней, людей волнует вопрос проезда на общественном транспорте. Я ее получал регулярно, как положено, в начале месяца, за прошедший месяц. Как положено, приходит пенсия через финансовую службу военкомата. Вместе с ней приходит, так сказать, вот эта льгота. К этому у меня вопросов и претензий, так сказать, нет. Но когда решается вопрос об отмене этих льгот... До 1 января 2017 года федеральные льготники имели право приобрести социальный проездной билет, стоимость которого 700 рублей за 320 рублей. А вот 380 рублей компенсировала республика. Сейчас такой возможности нет, поэтому мы никаких федеральных законов не нарушаем. Почему? Потому что, еще раз повторяю, что закон номер 122 федеральный, он монетизировал проезд на общественном транспорте. Федеральные льготники на проезд получают деньги. Аналогичная ситуация и с региональными льготниками. По словам Надежды Климиной, бесплатного проезда для них теперь тоже не будет. Но будет также выплачиваться ежемесячно по 220 рублей денежной компенсации. Зато всем без исключения, и городским, и сельским жителям, которые раньше проездным билетом не пользовались по простой причине. Из-за отсутствия на селе общественного транспорта. Кстати, региональных льготников в республике Мариэл проживает 65 тысяч. Все меры соцподдержки выделяются на эту категорию из республиканского бюджета. К региональным льготникам относятся ветераны труда, ветераны труда республики Мариэл, труженики тыла, реабилитированные, репрессированные граждане, многодетные матери. На проезд мы региональным льготникам ежемесячно направляли 220 рублей. С 1 января 2017 года также 220 рублей направляется на приобретение билетов. Ветераны труда имели право получать компенсацию за телефон, за стационарный телефон, 145 рублей. Это мера соцподдержки осталась. Также осталась компенсация за радиоколлективную антенну. Наши региональные льготники имели право получать 50% скидку на жилищно-коммунальные услуги по социальной норме, то есть на 18 квадратных метров. Это было, это и осталось. Осталось у региональных льготников и возможность получать путевки в санаторно-курортные учреждения республики. Сами они оплачивают лишь 30% стоимости, а остальные расходы берет на себя республиканский бюджет. Я сейчас могу бесплатно лечиться в наших марийских здравницах. Вот скоро подойдет моя очередь в Кичиер. Еще одно изменение касается мер соцподдержки по зубопротезированию региональных льготников. Еще раз повторяю, 65 тысяч региональных льготников имеют право на зубопротезирование, а только воспользовались этой льготой не больше, чем 6-7 тысяч человек. Кто-то вставлял зубы и на 100 тысяч, были такие, которые и больше, чем на 100 тысяч. И получилось так, что кто-то успел воспользоваться этой мерой соцподдержки, а основная масса населения этим не пользовалась. Мы считаем, что это несправедливо. Мы поровну разделили эти деньги на все 65 тысяч. И эти компенсации будут региональные льготники ежемесячно получать. Говорить о том, что ущемлены права наших региональных льготников, я с этим категорически не согласна. Деньги заложены в полном объеме. Это сумма 882 миллиона рублей. И никакие меры соцподдержки в республике региональным льготникам не отменены. Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников – крещение Господня или Богоявления. В храмах республики проводятся обряды водосвятия. Напомню, что в течение года церковь неоднократно совершает малое водоосвящение, а в праздник крещение великое. Освящение воды совершается по одному чину, поэтому нет разницы, в какой из ней вы возьмете воду. Но сила традиции предписывает большинству верующих отправляться за святой водой именно в крещенские дни. Для православных верующих, а также для остальных любителей зимнего купания в Мырел оборудовано 43 благоустроенных купели. Возле каждой на всякий случай будут дежурить спасатели и врачи. Самым массовым местом купания в Йошкарале традиционно остается и Ордань на малой какшаге возле стадиона «Динамо». В Волжске купель прорубили в Волге. Около Волжской аварийно-спасательной группы. В Звенигове – на заливе. В Козьмодемьянске – в Волге напротив улицы Осипенко. В Юрине также на Волге, в районе замка Шереметьево. По данным из МВД Республики, в 77 населенных пунктах региона в Крещенскую ночь и в течение дня пройдут более 100 праздничных мероприятий, обеспечивать безопасность которых будут почти 400 полицейских. Как уточняют в ведомстве, наряды полиции будут дежурить возле каждой церкви и Ордани, а пешие посты в течение суток будут максимально приближены к местам массового скопления людей. Получили по заслугам. В Йошкарале состоялось вручение государственных наград. Из рук главы МРИЭЛ Леонида Маркелова ордена, медали и грамоты получили многодетные родители, врачи, педагоги и работники культуры. Так, медали «Родительская слава» получили Эдуард и Елена Батаева из Вениговского района республики. Они воспитывают сразу 11 детей. Присуждались и почетные звания. Галина Алексеева, учитель Йошкаралинской гимназии номер 26, стала заслуженным учителем Российской Федерации. Сразу четверо работников здравоохранения получили звания заслуженных врачей Республики МРИЭЛ. Среди них врач-инфекционист Йошкаралинской городской больницы и Елена Насурдинова. Я благодарна судьбе, что 33 года назад я направлена в Республику МРИЭЛ по направлению после окончания Самарского мединститута. Все 33 года я работаю в коллективе главного врача Соколова Лелия Ивановна. Это исключительный руководитель, которая вырастила плеяду прекрасных-прекрасных врачей. Для меня сегодня очень радостный, счастливый день, потому что это очень большая награда. И вообще я очень счастлива, что я получила эту награду, что я живу в Республике МРИЭЛ. И хочу еще раз сказать, служу России и Республике МРИЭЛ. Отмечу, что всего в этот день государственные награды и почетные звания получили 16 жителей Республики МРИЭЛ, добившихся высоких результатов в самых разных сферах. Благоустройство населенных пунктов, состояние дорог и теплотрасс, борьба с незаконными свалками. В региональном отделении Общероссийского народного фронта определились с приоритетами в работе на 2017 год. В итоге основными станут три направления. Их рабочие названия – убитые дороги, комфортная городская среда и интерактивная карта свалок. Активисты ОНФ предлагают жителям республики при помощи голосования отбирать дороги, которые нуждаются в неотложном ремонте. Кроме того, все желающие призываются принять участие в обустройстве городской среды и придомовых территорий, а также сообщать о несанкционированных свалках на территории всего региона. Как сообщают в Общероссийском народном фронте, на стадии внедрения находится еще один новый проект – каждому ребенку бесплатный кружок. Ожидается, что ОНФ будет добиваться выдачи специальных сертификатов, которые могут быть использованы для оплаты кружка или секции по желанию ребенка и его семьи, как в государственных, так и в частных организациях. Более подробно о новых проектах Общероссийского народного фронта, руководителем которого является президент страны Владимир Путин, мы расскажем в ближайших выпусках программы «12 новостей республики». Завершая череду новогодних праздников и следуя традициям, в Волготехе состоялся ежегодный рождественский бал, на котором были названы имена лауреатов ежегодной премии в области научной деятельности как среди преподавателей, так и среди студентов. На бал была приглашена и наша съемочная группа. Эту премию можно получить лишь один раз за все время обучения в ВУЗе, будь то по калавриат, магистратура или аспирантура. Да и поработать ради ее получения действительно придется. Ежегодный грант имени Ильи Ломакина-Румянцева вручается лучшим 10 студентам каждого из представленных в Волготехе факультетов за достижения в научной сфере. Я принимала большое участие в конференциях и форумах, непосредственно которые, допустим, участвовали и организовали не только наш ВУЗ, но и как мы ездили неоднократно в Москву, в Казанские университеты с различными направлениями. Я являюсь членом и организатором кейс-клуба по ГТУ, где мы принимаем и организовываем свою команду и ездим на различные чемпионаты по решению кейсов. Также активно занимаюсь наукой, то есть направление уже по своей магистратуре, по управлению качеством, бенчмаркет ВУЗа, разрабатка уже и написание статей на данную тему. Рождественский бал – то событие, на котором действуют действительно жесткие правила дресс-кода. Мужчины в костюмах, женщины в коктейльных или вечерних платьях. Участники признаются к этому событию, они готовятся заранее, ведь одна из основных задумок этого бала – сохранение традиций, привитых в ВУЗе. А именно Рождественский бал инициирован впечатительским советом ВУЗа. Благодаря попечителям за последние годы создано 7 именных поточных аудиторий, в которых с удовольствием занимаются студенты, в которых проводятся очень интересные мероприятия. Создан Центр инжиниринга и промышленного дизайна «Биоэнергия». Вот буквально за прошлый год наши выпускники, руководители ведущих IT-компаний нашей республики сдали нам, помогли создать две суперсовременные лаборатории информационных технологий. Республиканский театр «Кукол», а именно там прошел бал, стал еще и площадкой для подведения главных итогов работы за ушедший год. Из основных моментов руководство ВУЗа отметило – открытие на базе университета уникальной структуры, Поволжского центра интенсивных лесных технологий, выигрыш гранта Евросоюза для создания центра имени Жанна Мане, а также более успешное проведение приемной кампании. Определены и основные задачи для Волготеха и на наступивший год. Мы не на плохом счету сегодня в образовательном пространстве России, но хочется быть еще лучше, иметь еще больше достижений. И поэтому мы сейчас приступили к разработке новой программы развития университета до 2021 года. И надеемся на то, что разработав ее, утвердив на ученом совете, будем реализовывать и двигаться дальше на пути совершенствования научной, образовательной, воспитательной деятельности. Так стоит добавить, что Волготех сейчас стоит на пороге серьезных изменений. Напомню, что уже в январе в ВУЗе пройдут выборы нового ректора. До участия в выборах ректора допущены три кандидата. Дмитрий Иванов – проректор по научной работе и инновационной деятельности, Игорь Петухов – проректор по развитию и внешним связям, и Виктор Шебышев – первый проректор ВУЗа. Нового ректора ВУЗа сотрудники и студенты выберут путем тайного голосования. Кандидат должен набрать наибольшее число голосов, но не менее 50%. Итак, имя нового ректора Волготеха станет известно в День студентов 25 января. В чемпионате России по синхронному катанию на коньках, который прошел в минувший уикенд феш-короле, в этом году приняло участие рекордное количество команд – сразу 37. Более 800 спортсменов из нескольких десятков регионов страны оспаривали на «Марийском льду» звание лучших по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера и первого спортивного разряда. За ярким и красивым спортивным зрелищем наблюдала и наша съемочная группа. В течение трех дней в Ледовом дворце «Марейл» проходило красочное спортивное шоу – чемпионат России по синхронному катанию на коньках. Это очень яркий вид спорта, к которому невозможно относиться равнодушно. Поэтому «Марийская» публика с удовольствием заполнила трибуны Ледового дворца. Надо отметить – техника скольжения, а также исполнение отдельных элементов ничем не отличаются от классического фигурного катания, а только лишь добавляют зрелищности. Если в самой престижной программе мастеров спорта особой борьбы не получилось, уверенную победу уже в 19-й раз отпраздновала команда «Парадис» из Санкт-Петербурга. Следом финишировали коллективы из Казани и Самары. А вот по программе кандидатов в мастера развернулась нешуточная борьба. Главным фаворитом была команда «Кристалл Айс» из Москвы. По признанию самих спортсменок, «Марийский» лед для них по-настоящему счастливый. Осталось только не совершить собственных ошибок. Мы тут уже приезжаем не первый год. Нам тут очень нравится организация, все проведение всех этих соревнований. Мы рады сюда все время приезжать. Нас тут хорошо принимают. Приезжают наши болельщики. Спасибо им большое за это. Мы будем бороться за наибольшие места. А там уже как удача к нам повернется. Мы будем очень стараться. Старания в итоге оправдались полностью. И московская команда стала чемпионом России, выдержав конкуренцию со стороны представительниц Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга. Девчонки молодцы. Все задачи, которые мы перед ними ставили, они выполнили. Поэтому прокатам абсолютно довольны оценки. Я считаю, что сегодня адекватно соответствует прокату. В синхронном катании есть еще другие команды, которые пользуются авторитетом у судей. Такие как Екатеринбург, Казань. Такой вид спорта. Такая специфика синхронного катания. И все приехали соревноваться. Все показывают хорошие результаты. Так что борьба идет не между двумя городами, а между как минимум четырьмя. Не остались без наград и хозяева чемпионата. Выступая по программе кандидатов в мастера спорта, бронзовые медали выиграли спортсменки в Волжской Ариады. Выше наших оказались только чемпионки из Петербурга и серебряные призеры из Екатеринбурга. Следующий чемпионат России также пройдет в столице Мрил. Учитывая темпы развития синхронного катания, которое в скором времени может стать олимпийским видом спорта, и растущий к нему зрительский интерес, мы вправе ожидать все более высоких результатов, в том числе и от марийских фигуристов, и, конечно же, заполненных до отказа трибун. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски Мрил ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах tvregion12 в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok. кучу ман я шкарула шли керамика до кончарный самок то что штыр почелтан тагажа илкун дэвланик теган а марил то ватланда эрт шапогатом шар дэк-то семалан рубрика и зират так около бизнеса вендашлан грант и до программы сейчас не часат лапу ринкер тот и чем мурат унял что у и зишу дыр лак чик талтат марила за парикмахер влаг илнан энтинг турниры что же шкема старлак шуман чик тат марила штилша флаг вид мод мы кичем до крышением полом дат крыша не поэрема мчс республик мучка на лаком юрдана полом дэн марил то ватланда эрт шапогатом шарнэта и и и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин